всем привет самом конце видео по линиям вас ждет сюрприз 23 гексаграмма и чтобы лучше понять она же входит в крест объяснения то есть она подразумевает какое-то изложение какой-то информации вот когда человек выбрал направление во второй гексаграмме к своему источнику из интуиции он начинает идти сами ответьте себе на вопрос когда вы идете от источника соответственно вы потерянный вы начинаете сложно излагать людям становится непонятно там и так далее и так далее когда же вы идете к своему источнику и человек созвучный с вами тоже идет к этому источнику вы начинаете излагать потом языке на котором ему становится тоже понятно но в любом случае когда вы идете к себе к себе вы становитесь заметным когда вы становитесь заметным люди у вас спрашивают а куда ты идешь а что ты делаешь и так далее вот в этот момент нужно себя как-то объяснить и вот первая линия то есть вообще 23 гексаграмма она учится сначала самому себе объяснить и тем людям кто приходит к вам а потом она учится собственно говоря объяснять свои действия и вообще объяснять то что вокруг происходит обрекать все в свою веру вообще суть 23 гексаграмма заключается в том чтобы все происходящее вокруг облечь в свою веру почему рак говорил что точнее все происходящее вокруг объединить для себя любимого вот почему рак говорил про первую линию что это если вы хотите понять судьи гексаграммы вот вы обратите на первую линию она называется переманивание людей свою веру еще называется прозитилизм прозитилизм так вот вот чтобы чтобы это уметь делать и делать это очень хорошо вот мы всегда как бы ориентируемся на нашу землю то есть вот вообще солнце земля это как муж и жена например на такие метафоры то есть когда вы принимаете решение вы принимаете решение еще опираясь на какую-то опору то есть да то есть близкого человека который находится рядышком с вами поэтому в первой линии 43 ворот есть смотреть в полярности полярность это противоположность на мандале то там будет такое такая терминология называется терпение то есть умело изложить терпеливо изложить ту информацию то знание которым ты владеешь но простыми словами вася пейте маша марина куда ты идешь и вот в этот момент вы как будто бы опираетесь на какую-то информацию да то есть на какое-то знание вот первая линия и причем терпеливая это должны сформулировать объяснить там ну и так далее так далее вторая линия 23 ворот называется отказать отказать от терпимости когда выживание находится под угрозой то есть что это сама сама защита так и называется то есть что это значит вот когда вы идете начинаете двигаться карьерной лестнице повторюсь в том направлении в котором вам хочется идти людей становится все больше и больше да становится то есть идете к своему знанию да то есть знанию когда людей становится все больше больше они вас начинают как индивидуала сбивать соответственно почему вторая линия называется отказаться от терпимости то есть потому что реже вежливо все же человеческий фактор ну и так далее когда выживание под угрозу выживание это значит движение индивидуала за своим знанием это и есть соответственно 43 43 2 называется преданность знанию то есть и опора на него то есть иду я такой иду и люди начинают мною интересоваться они соответственно начинают меня сбивать я начинаю сбиваться вот чтобы мне не сбиваться мне надо вернуться на как бы и вспомнить о том знании и снова посвятить себя этому знанию то есть по сути дилемма точнее дилемма суть вот этой полярности 43 23 43 это о том как объясняя себя в моменте опираться на то знание которому благодаря которому за которым вы идете наверно так будет проще значит 23 до 23 3 называется индивидуальное знание которое не наносит ущерба другим людям да так и называется независимое знание которые знание выражения которые не наносит другим людям то есть что это значит я стараюсь вот в чем суть индивидуальности в том чтобы говорить уникальное знание которое только моё и поэтому есть она только моё то она в принципе трудно может нанести кому-то ну какой-то ущерб логично же правильно разве что если человек захочет его присвоить себе натянуть его себе и будет еще ревновать и там что-то переживать но на самом деле она не его может индивидуальное знание она рождается так или иначе еще раз независимое выражение то есть видите это как как будто бы это выражение только самого человека до который не наносит ущерба другим людям ну скажем так люди просто прислушиваются так далее соответственно в 43 3 это целесообразность то есть ну как бы говорить и озвучивать только важное самому человеку знание собственно говоря опора на целесообразное знание вот такая штука 23 4 23 4 фрагментация многообразие без ощутимого потенциала к синтезу смотрите четвертая линия поднимается вы начинаете видеть ну скажем так у вас появляется фокус время и внимание на то чтобы посмотреть по сторонам и и увидеть что другие люди вещают вообще куда люди идут вот куда люди идут это есть но многообразие без ощутимого потенциала к синтеза говорит о том что в четвертой линии она сфокусирована вам надо идти прямо куда вы идете но при всем при этом вы видите многообразие разных мнений разных знаний каждый тебя в свой магазинчик затягивает ну и так далее так далее соответственно здесь нам помогает опять обратиться к своей земле и называется односторонний ум одностороннее мышление 43 4 да то есть вернись да то есть вернись в то знание которое тебя это что видите многообразие без ощутимого потенциала к синтезу то есть есть мое знание которым я иду да но при всем при этом я вижу многообразие и все-таки без ощутимого потенциал то есть есть какой-то потенциал к синтезу он существует им можно пользоваться но без ощутимого потенциала но приведу свой пример это когда это когда каждый же память что каждый человек он свою тему двигает и иногда меня был по моему в узлах чтобы он стоял в узлах по моему узлы такие были на вот было знаете какое чувство что я столько вижу людей и вот каждый думаешь и думаю боже мой как можно было их всех объединить чтобы что-то вышло интересное и полезное меня но вот так вот говорит четвертая линия пятая линия пятая линия немножко другая то есть вы поднимаетесь еще выше и пятая линия она уже начинает служить другим людям то есть она если четвертая линия сфокусированная она без ощутимого потенциала к синтезу то пятая линия наоборот собирать начинает эти проекции и она говорит такое практическое принятие ценности другого пути иного пути то есть что это значит это значит что я иду но вот это многообразие от него не нужно ну скажем так отнекиваться избавляться так далее оборот надо применить то есть нужно применить все вот эти полезные фишечки которые выдают люди в объединить в общей применить в своей жизни то есть напомню слова рауруху чем я сказал в самом начале самом начале видео что смотрите в первую линию это переманивание людей в свою веру то есть когда чел один человек туда идет другой туда 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 но их можно же объединить и дать им что-то лучше вот об этом говорит пятая линия но при всем при этом сорок три пять это знание оно должно знаете каким быть но чтобы всех заинтересовало чтобы все отвлеклись от своего и на что-то такое больше и так далее сорок три знаете как прогрессия да то есть прогрессе то есть ваше озарительное знание оно должно быть крутым ну шестая линия постепенно и 23 23 гексограмма постепенное выстраивание разнородных элементах с помощью синтеза то есть видите как разнородный элемент это те люди которые также как и вы идете разнородный элемент постепенное выстраивание то есть я так понимаю 10 5 линия это может все к тебе перетянуть то шестая линия она тоже это делает но она это начинает делать просто красиво то есть объединять фишки темы других людей ну смотрите вот давайте так такой простой живой пример вот вы же каждый день смотрите новости так или иначе вы каждый день с кем-то общаетесь вы каждый день ходите по улице вы каждый день что-то смотрите до кернущим и так далее и вот это все это разнородные элементы которые вокруг вас идут идут также как и вы тоже хотят жить и вот это все если 5 5 линия она она это начинает выстраивать практическое принятие ценности нового пути то есть она практически начинает пример так от этого от этого от этого от этого от этого то шестая линия по сути делает то же самое только она постепенно выстраивает то есть в том ритме и в том темпе в которые хотелось бы это делать но соответственно 6 линия 43 ворот но это тоже такое они похожи с 5 прорывное знание должно быть чтобы на вас люди обратили внимание 23 генный ключ он следующий идет после второго гексаграммы что там за история получается чтобы лучше понять что такое вообще 23 генный ключ его тени дары и ситхи ну смотрите во второй мы выбираем направлении то есть там дисгармонично там гармонично мы начинаем идти к своему источнику по мере движения к своему источнику вашей жизни начинает все улучшаться если вы идете от него вашей жизни все ухудшается соответственно когда вы начинаете идти выбрав направления вы начинаете встречать других людей и они начинают естественным образом интересоваться во что вы делаете куда вы идете ну я думаю что все через это так или иначе проходили и вот в этот момент вы должны как-то себя объяснить его в принципе когда вы куда-то идете вы должны уметь сами себе объяснить вы даже сами может должны иметь себя объяснить для самого себя поэтому тень 23 генного ключа будет что до сложность сложность изложения информации вот есть такое выражение мастер говорит легко о сложном под мастеря сложно о простом то есть если вы что-то объясняете очень сложно что скорее всего вы не идете в своем направлении или вы идете в своем направлении но пока еще вот только с этим столкнулись и еще не разобрались понятно соответственно дар если в тени это сложность то дар это что будет простота простота мастер говорит просто сложным а под мастер сложная простом можете перемотать еще обратно и поставить на замедлен еще раз переслушайте поставить что еще сказал соответственно в ситхи это будет квинтэссенция 23 генный ключ что такое квинтэссенция это выжимка это вот самая 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 суть напомню что такое тень тень это когда вы беспробудно ну как бы занимаетесь чем-то и даже не можете глаза поднять дар это вы поднимаете глаза а ситха вы по сути уже становитесь проводником вот этим источник поэтому сложность простота суть то есть когда можно несколькими словами объяснить суть